Утро на Елисея Для эксперимента нам понадобится калия перманганат или марганцовка, соли люминола, стиральный порошок, перекись водорода, трехпроцентная и вода. Для начала растворим стиральный порошок в воде. Вперед! Вот! Именно поэтому перчатки нам и нужны. А порошка много. Что мы будем делать дальше? Дальше добавляем перекись водорода и соли люминола. А я пока размешиваю. Да. Так, ты продолжай перемешивать. А я пока разотру в порошок кристаллы марганцовки. Вика, почему у нас ничего не получилось? Мы же все правильно делали. Я размешивал эту жидкость 15 минут. Ну слушай, правда, наша свекольного цвета жижа почему-то не светится, несмотря на то, что мы сделали все четко по видео. Слушай, ну я, видимо, склонна верить тому, что эксперимент этот неправда. При использовании в качестве одного из реагентов стирального порошка реакция с высокой долей вероятности не пройдет, ввиду того, что там находится достаточное количество лишних веществ. Для того, чтобы реакция протекала достаточно успешно при использовании не лабораторных реактивов, а в домашних условиях, оптимальным является использование таблеток Головит, которые содержат в своем составе натриевую соль люминолат. Им первоначально следует таблетки растолочь и растворить в воде, отфильтровать от образовавшейся взвеси, которая будет мешать протеканию самой реакции. После этого в реакционную среду вносится щелочь, перекись водорода. В качестве щелочи можно использовать, например, средства для парочистки труб, в которых содержится чистый гидроксид натрия. А вот с катализатором гораздо сложнее. В идеале, конечно, можно использовать кровь, но мало кто захочет жертвовать собственными пальцами или каплями ценной жидкости такой. Поэтому в идеале, конечно, заменить такой катализатор красной кровяной солью, которую раньше использовали в фотографии, использовали при дублении кожи. Красота! В общем, при должном подходе и правильных пропорциях эксперимент все-таки получается. Убедились сегодня в этом. Виктория Лазарева, Леонид Савченко и Константин Шубкин. Красота! На звезды можно наносить.